Ненецкий округ Таковы последние данные, объединенные гидрометеорологической станцией Нарьинмар. Голова основного ледохода развивается в 385 километрах от Нарьинмара на участке Усть-Уса-Щилиюр. Отмечается стабильный рост уровней воды. Голова местного ледохода сохраняется в заторе льда ниже села Йормицы, что в 136 километрах от столицы округа. Уровень воды там приближается к неблагоприятной отметке 1030 сантиметров и составляет 901 сантиметр. В Тошвиске чисто. В Великовисочном – средний ледоход. Ниже до устья ледостав с окраинами разводья – рост уровня воды. На территории Республики Коми уровни воды превышают неблагоприятные отметки. Специалисты Ненецкого лесничества готовятся к пожароопасному сезону. С началом весны приоритетной задачей для специалистов лесного хозяйства становится активная подготовка к предстоящему пожароопасному сезону. В нашем регионе он наступает в июне. Разработан и утвержден план основных мероприятий по организации охраны лесов от пожаров. В зоне ответственности Ненецкого лесничества лесной фонд расположен на северо-западе региона в 250 километрах от города. С началом пожароопасного сезона согласованы первоочередные меры по контролю обеспечения пожарной безопасности в лесах и на объектах, подверженных угрозе лесных пожаров в течение всего пожароопасного сезона. Мы уже проводим учения по увеличению сил и средств в течение лесных пожаров. В рамках задействования этих сил и средств мы предполагаем, точнее уже заключены контракты с Архангельским лесопожарным центром. Это предполагается, что будет группа десантников, которые в случае обнаружения нами лесного пожара, подтверждение, что лесной пожар в лесничестве находится и имеется, они вылетают на воздушном судне, который также задействует Департамент Редактор Ресурсов. Для этого заключен государственный контракт с нашим авиатрядом, который при случае необходимости выполнения работы по тушению пожаров доставляет десантников пожарных в лесной фонд, и они обязаны тушить по контрактам. Стоит отметить, что лесные пожары в нашем регионе нечасто и обычно носят локальный характер. На самом деле у нас это не очень часто бывает. То есть за последние три года у нас возгорание было всего лишь один раз. В 2016 году это было возгорание от грозы, от сухой грозы. И на самом деле тогда пожар лесной даже был потушен самостоятельно. То есть от дождя потух, и дойдя до речки, до ручья, и сам потух, небольшое возгорание было. На базе Ниницкого лесничества работает региональная диспетчерская служба лесного хозяйства. Телефон службы 40173. Обратившись по нему, граждане могут сообщить информацию о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах. Для общей уборки Нарьинмара будет установлен единый санитарный день – пятница каждой недели. Старт общегородским субботникам будет дан 17 мая. Согласно постановлению мэрии о проведении мероприятий по санитарной уборке города, руководителям организации, индивидуальным предпринимателям, а также горожанам необходимо до 15 июня привести в порядок отведенные земельные участки и не менее пятиметровую зону прилегающей территории по периметру объекта. До 22 июня провести работы по внешнему благоустройству жилых, культурно-бытовых и общественных зданий и сооружений, малых архитектурных форм. Собственникам жилых домов организовать и провести работы по санитарной очистке своих участков и прилегающую территорию. Организациям, осуществляющим содержание и обслуживание жилфонда, старостам микрорайонов, председателям ТОС, привлечь жильцов к уборке от мусора, ремонту малых архитектурных форм и озеленению. Вывоз и размещение собранного мусора организует чистый город. По вопросам вывоза мусора следует обращаться в диспетчерскую службу по телефону, номер которого вы видите на своем экране. Ненецкий округ присоединился к инициативе Всемирной организации здравоохранения Европейской недели иммунизации, которая проходит под лозунгом «Защитимся вместе, вакцины работают». Основная цель мероприятия – рассказать о том, что вакцины необходимы для защиты людей всех возрастов от потенциально опасных болезней. О том, как проходит акция в Ненецком округе, смотрите в нашем следующем сюжете. Четырем годам Вадиму Хабарову сделаны все положенные по национальному календарю прививки. Его бабушка уверена, что отказ от вакцинации – это безответственное отношение к здоровью ребёнка. Мы все прививки вовремя делаем и никогда не отказываемся. Все прививки сделаны. А как вы думаете, это важно? Ну, думаю, что да, важно. Вакцинацию врач проводит только с согласия пациентов и только в том случае, если нет никаких противопоказаний для прививки. Как отмечают специалисты, в последнее время отказов от вакцинации стало в разы меньше. Родители Ненецкого округа стали ответственнее относиться к такому роду профилактики. Мы, например, с рождения что старшей дочки, что младшему сыну делаем все прививки с рождения. Сейчас такое заболевание корь, оно очень смертельное, и прививки нужно делать обязательно. Кроме прививок, которые делают по графику с момента рождения человека, ежегодно проводится и вакцинация против гриппа. Если несколько лет назад была тенденция на отказ от этой вакцинации, то на сегодняшний день ситуация изменилась в лучшую сторону. Пока что прививки от гриппа регистрируются, отказы от этих прививок, но все больше и больше соглашаются. В этом году было гораздо больше, процентов на 30, чем по сравнению с 2017 годом и 2018 в октябре у нас подъем согласий на прививки против гриппа. Рассказать людям о том, насколько важна вакцинация, это и есть основная задача обширной кампании Европейской недели иммунизации, к которой присоединился и Ненецкий округ. В этом году мероприятия проходят под девизом «Зачитимся вместе, вакцины работают». На сегодняшний день у нас в течение этой недели проводятся лектории для родителей в школах, в детских садах. На информационных стендах информация у нас есть. Мы дополнительно разговариваем с теми родителями, которые отказываются по разным причинам от вакцинации своих детей. У нас выложена информация на сайте больницы о всех прививках, против которых мы можем привить наших детей. Поэтому уважаемые родители могут зайти на сайт больницы и прочитать всю информацию, там подробно расписано, от чего, почему, какие могут быть показания, противопоказания. Медики утверждают, что именно вакцинация и иммунопрофилактика могут защитить и взрослых, и детей от самых опасных инфекционных заболеваний, таких как полиомиелит и корь. У нас, в принципе, дети максимально охвачены профилактическими прививками по национальному календарю, но есть, конечно, те, которые отказываются по каким-то соображениям. Ну, таких немного, процентов где-то, наверное, 10. Дети, которые привиты, они практически не могут болеть теми заболеваниями, которыми мы им делаем прививки, такими как корь, как лёж, паратит, дифтерия, столбняк, то есть они не встречаются на территории Нинецкого округа. В настоящее время национальный календарь прививок содержит 12 инфекционных заболеваний, против которых проводится вакцинация. В будущем в него будет включена вакцинация против ротовирусной, гемофильной и ряда других инфекций. Депутаты окружного собрания рассмотрели ряд вопросов об организации социального питания в Нинском округе. Обсуждение прошло на заседании постоянной комиссии. В частности, речь шла об увеличении индексации горячего питания в окружных образовательных организациях, которая крайне раз проводилась в 2016 году. В 2019 году в окружном бюджете на горячее питание школьников предусмотрено более 168 миллионов рублей. Эти средства выделяются на условиях софинансирования, когда 50% оплачивают родителей, еще 50% – окружной бюджет. В образовательных организациях, расположенных в городе, стоимость за горячее питание составляет 97 рублей в день, в сельских населенных пунктах – 107 рублей. По итогам обсуждения парламентарии рекомендовали Департаменту образования, культуры и спорта округа проработать вопрос об увеличении финансирования горячего питания в окружных образовательных организациях. Проработать вопрос не только об увеличении стоимости горячего питания в окружных образовательных учреждениях, с учетом следующих моментов, чтобы перераспределить процент софинансирования в целях недопущения удорожания родительской платы за питание, чтобы родители не пострадали, те, кто платит за питание. Ну и, я повторюсь, это обеспечить обязательно индексацию. Добавлю, депутаты приняли решение создать рабочую группу для детальной проработки вопроса организации питания в социальных учреждениях Ненецкого округа. В Ненецком округе объявлен набор кандидатов на обучение в школе приемных родителей. Занятия пройдут с 20 по 26 мая на базе Центра содействия семейному устройству «Наш дом». Программа предполагает лекционные занятия и практические семинары. Потенциальным приемным родителям, опекунам и усыновителям в ходе занятий расскажут, какие документы необходимы для принятия в семью сироты, как помочь ребенку войти в семью, адаптироваться к новым условиям жизни, как относиться к тайне усыновления и какие формы жизнеустройства семьи существуют. Специалисты Центра содействия семейному устройству «Наш дом» ответят на все вопросы, касающиеся усыновления и воспитания ребенка в приемной семье. По окончанию курсов слушатели напишут итоговый тест и получат свидетельство о прохождении обучения. С этого момента они будут иметь право встать на учет и ознакомиться с базой данных детей-сирот, которые формируются органами опеки региона. Жители Нинницкого округа стали чаще обращаться за консультациями по вопросам подключения к цифровому телевидению. Горячая линия по вопросам перехода с аналогового вещания на цифровое ТВ действует в Центре государственных и муниципальных услуг «Мои документы». За два месяца работы поступило 46 звонков. Волонтеры округа помогли 12 жителям Нарьинмара в подключении оборудования для приема цифрового ТВ. Как поясняют специалисты профильного ведомства, для подключения цифрового телевидения жителям региона потребуется только дециметровая или всеволновая антенна. Для современных телевизоров не старше 2013 года выпуска потребуется только подключение к антенне и перенастройка. Для старых телевизоров старше 2013 года выпуска потребуется приобрести цифровую приставку. Владельцам спутниковой антенны, тарелки, кабельного или IP-ТВ от интернет-провайдера ничего делать не нужно. В очередной раз настоятельно всех просим проверить, на каком все-таки вещании они находятся, цифровое или аналоговое. Если у них есть какие-то затруднения, как это понять, как перейти, просим обращаться по телефону горячей линии 21910 здесь на Нарьинмаре. Там все вам расскажут, покажут, помогут подключить. Постоянно мы мониторим и анализируем наличие и спрос приставок цифрового телевидения, антенн, чтобы для каждого жителя округа было беспроблемно приобрести и установить у себя дома, или где-то, может быть, на работе, может, где-то в гаражах, еще где-то. То есть, еще раз напоминаю, что 3 июня этого года, меньше чем через месяц, аналоговое вещание в Нинецком автономном округе не будет. По номеру телефона 21910 специалисты центра ответят на вопросы, касающиеся самостоятельного подключения и настройки оборудования для приема цифрового ТВ. Кроме того, в округе работают волонтеры, оказывающие помощь жителям региона на дому. Заявки на вызов волонтера можно также оставить по телефону горячей линии. По договоренности с Нинецкой компанией электросвязи, соответствующую помощь жителям населенных пунктов могут оказать специалисты учреждения в поселениях. Студенты Нинецкого аграрно-экономического техникума сдают демонстрационный экзамен по компетенции ветеринария. В округе он проходит уже во второй раз по стандартам WorldSkills Russia. Цель экзамена – оценка знаний, навыков и умений, позволяющих в будущем вести профессиональную деятельность. Бьется ритмичный, никаких постановленных шумов нет. Анастасия Дмитрук выполняет клинический осмотр птицы. Это одно из заданий демонстрационного экзамена. Анастасия признается – учиться на ветеринара она пошла по зову сердца. Ведь лечить животных получается не у каждого. Животные все разные, поэтому как бы ты хорошо не заучивал по книжкам, по животному все равно не всегда получается правильно. Но в принципе можно подменить что-то. Другая студентка Мария Нестерова также выполнила ряд заданий. Самым сложным, по ее словам, оказалась процедура УЗИ. Нужно уметь видеть просто. Допустим, вот на этой собаке у нее почки, они высоко, то есть нужно брить ее повыше. И там сложнее почки увидеть, особенно селезенку. В демонстрационном экзамене по компетенции ветеринария принимает участие 12 студентов. Ребята поделились на группы, работали в две смены. Им предстояло выполнить пять заданий – провести клинический осмотр птицы, кролика и собаки, а также УЗИ брюшной полости, наложение повязок и искусственное осеменение. Демоэкзамены именно по компетенции ветеринария проходят второй раз. В прошлом году у нас принимали участие в демоэкзамене выпускники четвертый курс, сегодня это лишь второй курс. Также у нас эти студенты принимают участие и принимали уже участие в WorldSkills. Это был региональный чемпионат. Также у нас планируется четвертый региональный чемпионат в декабре. Я думаю, тоже мы будем заявлять компетенцию ветеринария. За точностью выполнения заданий каждой группой наблюдали приглашенные эксперты – представители станции по борьбе с болезнями животных. Максимальный балл за выполнение всех заданий – 33. Здесь ребята учатся показывать свои навыки в плане работы на производстве. Это первое. Во-вторых, когда они уже получили эти навыки здесь сейчас, то когда уже региональный чемпионат происходит, они уже могут что-то дать, они умеют работать с этим заданием и так далее. Еще раз демонстрационный экзамен нынешние второкурсники будут сдавать по окончании техникума. Вместе с дипломом они получат скилл-паспорт с результатами, которые будут внесены в информационную базу, доступную работодателям. Наталья Кислякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Стадион «Дюз» лидер заработает в полную силу на следующей неделе. Сейчас на объекте очищены дорожки для занятия бегом и большая часть футбольного поля. Как сообщил директор учреждения Андрей Федотов, уже с начала этой недели горожане имеют возможность заниматься бегом. Люди приходят на стадион, как правило, утром и вечером. С понедельника беговые дорожки посетили около 50 человек, занимающихся бегом и скандинавской ходьбой. С 20 мая стадион сможет принять всех любителей спорта. Режим работы главной открытой спортивной площадки Нарьенмара с 6 утра до 9 вечера. В это время стадион могут посетить все желающие. Ранее с просьбой ускорить подготовку стадиона к работе в летний режим губернатору Ниницкого округа Александру Цибульскому в социальных сетях обратились молодые спортсмены. После обращения глава региона поручил профильному региональному ведомству оперативно организовать работу по подготовке стадиона для занятий физкультурой и спортом. Такова информационная картина этого дня. Также наши новости можно увидеть в официальной группе телеканала «Север ВКонтакте». Далее смотрите прогноз погоды.